Добрый день, друзья, слушатели внеземного подкаста. Скоро Новый год, а может быть он уже наступил, когда вы смотрите и слушаете эту передачу. Я вас от души поздравляю. Предыдущий год был не самым легким, но я надеюсь, что будущее будет значительно интереснее, и в нашей жизни будет много интересного, нового, в том числе и из космических событий. Это неземной подкаст. С Новым годом, с новым оборотом Земли вокруг Солнца. Сегодня поговорим о самых ожидаемых, самых ярких космических событиях 2022 года. В новом году мы вместе с астрономом Владимиром Сурдиным по-прежнему будем следить и рассказывать вам, как продвигается изучение Вселенной. Итак, первый прогноз на 2022 год. Жители Земли смогут невооруженным взглядом увидеть взрыв звезды. Это действительно возможно? Очень интересный прогноз. Астрономы давно ожидали того, как звезды взорвутся, и мы увидим это не после взрыва, а до него, чтобы уже быть готовыми, чтобы посмотреть на объект и ожидать его взрыва. И наконец-то такой прогноз вышел. Некоторые астрономы обещали нам, что в 2022 году плюс-минус полгода взорвется пара звезд. Это довольно частое явление, когда звезды живут парами. Мы говорим «двойная звезда». На самом деле две звезды живут рядышком и обращаются по орбитам вокруг общего центра масс. Но эта звезда, созвездие Лебедь, особенная. Они обе так близко друг к другу, что практически в контакте. Как бы протянули руку друг к другу и пожимают ее. Их поверхности уже пришли в контакт, и они немножко обмениваются даже веществом. Астрономы наблюдали за этой парочкой, и показалось, что звезды довольно быстро приближаются друг к другу. А это легко понять. Когда они приближаются, их орбитальный период укорачивается. То есть они все быстрее и быстрее начинают вращаться. И астрономам это легко заметить. Был сделан прогноз, что они в конце концов сольются в единое тело как раз в 2022 году. Что при этом произойдет, довольно давно уже подозревали астрономы. Произойдет мощная вспышка. Из двух маленьких получится одна большая звезда. А мы знаем, что чем больше звезда, тем активнее она светит. А когда сливаются две звезды, то огромная энергия, их гравитационное взаимодействие, переходит в тепло, нагревает их. И тогда термоядерные реакции идут намного активнее, и эта вспышка будет похожей на взрыв. Так и говорят. А красная новая звезда. Ну астрономы новыми называют на самом деле старые, но вспыхивающие звезды. Прогноз был очень многообещающий, и все готовились к тому, чтобы наблюдать этот эффект. Но нашлись дотошливые ученые, которые стали проверять, а точен ли этот прогноз. И оказалось, что в нем есть ошибка. Очень обидная ошибка. Я приведу такой пример. Вы пришли домой, уставший, с работы, в районе шести часов вечера. Конец декабря, за окном темно, и вы от усталости просто свалились в постель и заснули мертвым сном. Просыпаетесь. Смотрите на часы. На часах семь часов. Как хорошо, думаете вы, проспал всего часа, замечательно отдохнул. Вскоре выясняется, что это не семь вечера, а семь утра. Но на часах-то циферблат двенадцатичасовой, и перепутать утреннее и вечернее время довольно легко. Астрономы в этом смысле более аккуратные люди, но и тут они допустили двенадцатичасовую ошибку. Интерпретируя старые данные, один раз ошиблись на двенадцать часов. И выяснилось в конце концов, что эти две звездочки не сближаются, а медленно удаляются друг от друга в данный период времени, вот в нашу эпоху. Когда-то они сблизятся, когда-то они сольются, и будет вспышка, которую мы будем наблюдать невооруженным взглядом, а точнее говоря, невооруженным глазом, так точнее, а на небе. Но когда это будет, точно не в двадцать втором году. Так что прогноз не оправдался. А следующий вопрос задает Антон Позняков. Тем, кто интересуется наукой и космосом, очень рекомендуем его YouTube-канал и подкаст. Ссылки можете найти в описании. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Меня зовут Антон Позняков. Я автор YouTube-канала «Давайте разбираться» и подкаста «Теория большой бороды», где, собственно, рассказываю о науке и космосе. И лично я в 2022 году жду первых результатов проекта DART, которые, если все пойдет по плану, будут в октябре. Это та самая миссия, которая должна показать нам, насколько хорошо мы умеем перенаправлять орбиты астероидов путем кинетического удара, как можно модно по-научному высказаться. А как вы считаете, сможет ли этот проект как-то изменить наше представление о работе с астероидами? И какие важные научные данные мы от этой миссии сможем получить в первую очередь? А давайте-ка ударим по астероиду, решили космические инженеры и запустили спутник DART. Помните, DART — это такие стрелки, которые мы в мишени кидаем иногда на Земле. Так вот, этот самый DART действительно стрелка, которую впервые бросили в направлении астероида с целью ударить по нему. Ну, зачем ударить? Понятно. Понятно и астрономам, и тем, кто хочет предотвратить удары астероидов по Земле. Дело в том, что орбиту нашей планеты пересекает несколько тысяч орбит астероидов. Некоторые из них довольно крупные сотни, а то и многие сотни метров, там, вплоть до полукилометра размером. Если такой ударит по Земле, мало нам не покажется. Поэтому надо отработать не только методы поиска, но и методы предотвращения таких ударов. И вот впервые полетел космический аппарат, который сам ударит по астероиду. Зачем? Ну, целей тут много. Во-первых, он ударит по двойному астероиду. Там есть большое тело размером почти 800 метров. Ну, по нему ударь, не ударь маленьким космическим аппаратом, он этого не заметит. Но у него есть спутник размером примерно 150-170 метров. И этот уже может ощутить удар сравнительно небольшого космического зонда и как-то немножко отлететь в сторонку. Ну, очень слабо, но мы это все равно заметим. И поймем, какие нужно прогнозировать крупные космические зонды, которые своим ударом могли бы чуть-чуть отвернуть направление полета астероида. Сильно они этого сделать не смогут. И я бы сказал, это даже хорошо. Дело в том, что если по астероиду ударить сильно, или, например, отвезти туда ядерный заряд и взорвать его, то большой камень расколется на тысячи более мелких. И тогда прогнозировать их полет... А ведь нам все равно, один километровый астероид или тысяча стометровых ударит по Земле, или даже один стометровый ударит по Земле, это все равно будет довольно крупной катастрофой для нас. Поэтому лучше так мягко ударить, чтобы он не рассыпался, а немножечко отвернул в сторону и прошел мимо Земли. Вот этот эксперимент и предполагается сделать. К концу года аппарат Дарт подлетит и разделится на две части. Наиболее массивная часть пойдет и ударит по маленькому астероиду-спутнику. А меньшая часть, по сути, размером с большой портфель, объемом 6 литров, знаете, такой маленький чемоданчик, будет лететь вслед за ним и фотографировать результаты этого удара. Во-первых, мы посмотрим, как произойдет сам удар, насколько сильно углубится этот наш ударник внутрь астероида. Это нам покажет, из какого материала он состоит. Наиболее он твердый или пористый, или какой-то пылеобразный. Увидим это. Во-вторых, после удара произойдет довольно сильный кинетический взрыв. То есть взрывчатки там не будет, а просто, когда мы по песку ладонью ударим, песок во все стороны разлетается. Вот примерно такой взрыв кинетический выбросит из недр этого астероида его внутреннее вещество. Мы как бы углубимся и выбросим оттуда первозданное вещество, посмотрим, из чего он состоит. Но это, конечно, первый пристрел, первая попытка такого рода удара. Но на этом не закончится история. Дальше астрономы будут наблюдать, как изменился полет этого астероида в результате удара. А года через 3-4 к нему же отправится еще один космический аппарат, теперь уже европейского производства, и он посмотрит, чем закончилось дело, какой кратер получился после удара, как изменилась внешность астероида, какие чистые внутренние вещества вышли из-под поверхности в результате удара. То есть эксперимент будет продолжаться. Тем более это важно, что астероид Дидим, о котором идет речь, рано или поздно, наверное, врежется в нашу планету, если не предпринимать никаких усилий, не отвернуть его полет от Земли. А дело в том, что он довольно близко пролетает от Земли каждые несколько лет. И мы уже готовимся к тому, чтобы управлять полетом этого, ну и всех прочих опасных для Земли астероидов. На 2022 год намечен очередной этап миссии «Экзомарс». Чем он примечателен и что нового мы сможем узнать о Красной планете? Вот чего мы ждем от нашей космонавтики – полетов к другим планетам. Можно сказать, что они уже начались. Несколько лет назад Роскосмос и Европейское космическое агентство объединили свои усилия, чтобы послать к Марсу несколько космических аппаратов. Первый уже там. Наша ракета довезла туда европейский спутник. Он вышел на орбиту вокруг Марса. На его борту работают и европейские, и российские приборы. И они изучают поверхность Марса и его атмосферу. Но нам хочется там, на поверхности, сделать самые интересные эксперименты. А именно, поискать жизнь на Марсе. Для этого уже готов марсоход. Сделали его европейские инженеры. На нем есть и наши, и европейские приборы. И самый главный из них, на мой взгляд, это бурильный станок. Дело в том, что на поверхности Марса жизни быть не может. Ну, по крайней мере, жизни нашего земного типа. То есть, такой, которая неустойчива к радиации. А на поверхности Марса радиация высокая. Марсианская атмосфера не защищает от космических частиц. А вот под поверхностью, на глубине 2-3 метров, уже слой грунта достаточно хорошо защищает от радиации. И именно там надо искать марсианскую жизнь. Но до сих пор ни один марсоход не обладал этой возможностью. У него не было бурильного станка. Они брали только те камушки, песочек, которые лежат на поверхности. Впервые на поверхность Марса отправится бурильный автомат. Это европейский марсоход проекта «Экзомарс». Наша российская ракета отвезет его к Марсу. Наша российская платформа посадит его на Марс. Я надеюсь, что все пройдет благополучно. Хотя это очень сложно. И далеко не каждый раз удается мягко посадить космический аппарат на Марс. Но я надеюсь, что все пройдет хорошо. Отлет намечен на начало 2022 года. Прибытие к Марсу осенью 2022 года. Ну и посадка, и начало работы. Я очень надеюсь, что к исходу будущего 2022 года мы узнаем, есть ли под грунтом Марса жизнеспособные, ну то есть живые, настоящие микробы. А не какие-то там реликтовые остатки некогда бывшей на Марсе жизни. Знаете, то, что она была, почти никаких сомнений у нас уже нет. А вот найти бы реальную жизнь, действующую, скрывающуюся под марсианским грунтом, вот это по-настоящему грандиозное открытие. И я очень на него надеюсь. В октябре 2022 года начнет работу обсерватория Веры Рубин. Чем она важна для астрономов и всех любителей космоса? Астрономам всегда чего-то не хватает. У нас есть большие телескопы с огромными объективами, диаметром 6, 8, даже 10 метров, способные очень слабый свет, идущий с самых границ Вселенной, собирать, концентрировать и показывать нам далекие галактики, очень слабо светящиеся звезды, но... Всегда есть какое-то но. Но поле зрения у этих телескопов миниатюрное. Например, глядя на Луну, они не могут даже весь лунный диск накрыть своим взглядом. Они только маленький кусочек Луны накрывают. А представьте себе весь небосвод. Он же в сотни тысяч раз больше, чем Луна на небе. Да-да, именно так. Можете проверить расчетом. Так вот, ни один современный большой, крупный, настоящий телескоп не может охватить своим поиском все небо. Он точечно, как иголочкой, втыкается в небесный свод и исследует отдельные интересные объекты. Но мы не знаем, что там, за пределами этих иголочных уколов. Есть другие телескопы с широким полем зрения, широкоугольные, но они очень маленькие. Их объективы небольшого диаметра, они не могут собрать много света и увидеть далекие объекты. Либо то, либо это. А нам хочется совместить эти два качества телескопов. И вот, наконец-то, такой появится. Диаметр его объектива 8,5 метров. Это один из крупнейших телескопов в мире. Но, кроме этого, у него широкое поле зрения. Ну, для астрономов 10 градусов – это много. Там десятки лун, целых лунных дисков умещаются в поле зрения этого телескопа. А значит, за несколько ночей, при благоприятной погоде, он сможет перефотографировать весь небесный свод. С таким огромным диаметром объектива он увидит очень далеко. Он увидит самые мелкие объекты в Солнечной системе, самые слабосветящиеся звезды в галактике и самые далекие галактики во Вселенной. При этом он охватит своим поиском все небо. Не отдельные маленькие кусочки, а все, что доступно нам, жителям Земли. Это замечательный проект, он очень сложный. Чтобы создать такой телескоп, пришлось сделать много дополнительных зеркал, много дополнительных линз довольно крупного диаметра. И самое главное, огромную фотокамеру, которая все это зафиксирует. Вот представьте, у нас даже самые дорогие бытовые фотоаппараты имеют размер матрицы, ну или кадра, на котором мы делаем снимок, несколько мегапикселей. Мега, то есть миллионов пикселей. А у этой фотокамеры будет несколько миллиардов пикселей на один снимок. Теперь даже возникла такая проблема. Телескоп-то будет стоять в горах, вдалеке от университетов, институтов, где работает большинство астрономов. А как этот огромный объем информации перекачать с далекого дикого места на горной вершине сюда, в столичные города, в большие университетские центры, где мы работаем? Ну, эту проблему, я думаю, мы решим. Мощные передатчики через спутник или оптоволоконные линии уже готовятся, и они позволят нам быстро этот материал передавать в университеты и его там обрабатывать и исследовать. Мы очень ждем этот телескоп. А назван он именем очень известной дамы, американского астронома Веры Рубин. Она одна из первых заподозрила и точно доказала, что в космосе есть невидимое астрономам вещество. Мы его не видим, оно не излучает, не поглощает свет, но оно проявляет себя гравитацией, притяжением. Именно по движению звезд, а Вера Рубин как раз это и изучала, движение звезд в соседних галактиках, мы заподозрили и, можно сказать, точно уже доказали, что темное вещество, по-английски говорят «duck matter», по-русски мы говорим «темная материя», а точнее надо говорить «темное вещество». Мы уверены, что это вещество есть. Ну, таким образом Вера Рубин прославила себя и всю мировую астрономию. Конечно, не она одна занималась этими исследованиями, но ее имя очень известно, она была очень креативным ученым, и теперь ее имя будет носить этот замечательный телескоп. Спасибо астроному Владимиру Сурдину, до скорой встречи! Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.